Книга «Открытым оком», тема работа, 15-й том, вопрос, 2927. У моей бабушки, неродной, Просковьи Васильевны в Новосибирске, за всю жизнь ее трудовой книжке записаны только две графы. Принята и ушла на пенсию. А остальное только записи о премиях и наградах. Как это может быть? А у меня уже третью вклейку делают. Везде такой коллектив поганый попадается, в магазинах особенно, когда одни женщины, гадюшник, и начальницы, как на подбор, тупые и злобные. Есть ли какое средство у верующих, чтобы молитву какую прочитать и закрепиться надежно на работе и не бегать с одного места на другое? Надоело, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. У меня самого такая же трудовая книжка была. Но сам я ни разу не уходил от плохих начальников. Терпеливо ждал толчка и пинка. И все же набралось у меня 35 лет стажа. Теперь законная пенсия в 1300 рублей. Январь 2006 года. Меня гоняла по социальной лестнице советская народная власть. Верующие были изгоями. Да все за язык. Не молчал и другим говорил о Христе. А этого коммунисты, ох, как не любили. Как Ракитин в «Братьях Карамазовых» у Достоевского. О терпении у плохих хозяев говорил еще Соломон. Экклесиаст 8.3. Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Там же 5.7. Если ты увидишь в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший. Развивайте воображение, что будто бы вы в плену или в заключении, но вот дана вам льгота раз в день вечером покинуть этот серпентарий. Ты как бы за эту возможность ухватился и терпел весь день, чтобы с родными вечером повидаться. Меня на работе даже готовились убить, но Бог дал им покаяние, потому что за меня очень сильно молились друзья. Есть молитва «Дай мне, Господи, смириться под крепкую руку Твою. Я верю, что сверх сил Ты мне испытания никогда не пошлешь. Научи меня быть Тебе послушным и злых переносить с терпением и научить кротости Твоей». Притчи 15.3. «На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых». Римлянам 13.3 «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее». Лука 6.35 «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». Колоссянам 3.22 «Рабы во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». Ефесянам 6.6 «Не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души». Глава 71. Прибудь счастлив и славен сон святых, хотя порой иные отступались, хотя порой иные колебались, но вновь гореньем чистым озарялись, и находили путь, и утверждались в неложности молитв и дел своих. Они являли слабости подчас, но отрекались от сует мгновенных и возвышались в помыслах священных над бренной сутью каждого из нас. «Была всегда их чтима чистота, и не было к мольбе их неба глухо, их чтят, как тело Господа Христа, в них обиталище Святого Духа, в них нету ни следа, ни тени тьмы, их праведность светла в сияньем Божьем. Божьим. Они богоподобны, если мы кого-то Богу уподобить можем. Была их жизнь чиста и безупречна, неколебима воля, вера вечна, их истина едина и одна. Всему, что в мире тленно или мнимо, противоборство их необоримо, их благочестие несокрушимо, и мудрость их для нас непостижима, сияньем Божьим озарена. Молить их, как Создателя, молю я, деяния их чтить по мере сил, и уповать на помощь их святую, на это нас Всевышний вразумил. А я ничтожный в мыслях и делах, хулы достоин, грешник безнадежный. Я бодрствую, но сон в моих глазах, дремлю, хотя мои открыты вежды. Молясь я в мыслях осуждаю близких, молясь я мыслю о деяниях низких. Иду вперед, и вдруг подамся вспять, едва очистившись, грешу опять. Страстей своих греховных и гордыни, и умиротворяясь, не уйму. Я мед мешаю с горечью полыни, сиянье дня предвосхищаю тьму. Я прячу тернии среди цветов, едва покаясь, снова согрешаю. Мое цветение не дает плодов, я не творю того, что возглашаю. Григор нарекаться.